В национальной спортивной премии Московская область победила сразу в трех номинациях. Одна из них – «Спорт для всех». Победа досталась директору спортивно-патриотического клуба «Ярополк». Обсудим, как сегодня привить молодежи не только любовь к спорту, но и патриотические идеалы. В эфире интервью 360. Со мной в студии директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», ветеран боевых действий Илья Шадриков. Здравствуйте. Добрый день. Илья Сергеевич, вы уже 12 лет занимаетесь воспитанием молодежи. Да, это так. Я начал еще заниматься воспитанием, когда еще служил. Это позволяло мне по закону военнослужащим иметь право заниматься преподавательской деятельностью на общественных началах. То есть я, в принципе, это совмещал. Я уволился только в 2015 году из органов Федеральной службы безопасности. И вот получается 5 лет с 2010 года. 5 лет, я имею в виду с 2010 по 2015, я совмещал. А как вам помогает подмосковная власть в этом? С 2014 года, когда у нас вышел клип, точнее наша песня музыкальная, гимн клуба «Ярополк», он как раз такой патриотический, на нас начали обращать внимание. Все шло поэтапно, но на данный момент мы работаем, в принципе, с тремя министерствами. Это Главное управление социальной коммуникации, Министерство спорта Московской области и Главное управление региональной безопасности. Каждое министерство по своим задачам помогает. Допустим, Министерство спорта и ГУСК помогают, по большей части, в реализации различных спортивно-патриотических мероприятий. Главное управление региональной безопасности помогает нам с бесплатной довоенной подготовкой, курсы которых мы открыли полтора года назад. За это время у нас уже где-то человек более 600 прошло, более 60 в зоне СВО находятся. В последнее время люди уходят сюда в губернаторский полк. И вот Главное управление региональной безопасности нам помогает с точки зрения обновления материальной базы, потому что, чтобы были качественные занятия под довоенной подготовкой, все-таки у меня свой боевой опыт тоже был достаточно такой большой, 8 лет. Подтягиваем сюда различных инструкторов из других, там, из силовых структур, в том числе инструкторов из зоны специальной военной операции, выбрали 16 направлений, которые сейчас нужны непосредственно именно для проведения специальной военной операции, которые используются там. И вот все это преподаем абсолютно бесплатно. И людям это нравится. Приезжают не только жители Красногорска, с различных концов Подмосковья, даже с разных регионов приезжают. А кто приходит к вам учиться? Мужчины, женщины. Средний возраст, как показывает практика, у нас 35-40 лет. А молодежь? А я думала, молодежь. До 35-ти? Нет, нет. Я вам так хочу сказать, что людей до 30-ти их, они есть, но их не так много. Основное прямо это после 30-ти. Многие женщины приходят, обучаются. А чему учите? Я не понимаю. Наша подготовка заключается, наверное, в процентах 80 лекциях, 20% в практике. В некоторых странах по-другому. Естественно, преподаем мы теорию, начинаем все с теории. А тема какая? И заканчиваем практикой. Но разные направления есть, допустим, тактическая медицина, огневая подготовка. Огневая подготовка подразумевает под собой как лекции, как разборка-сборка автомата, так и боевые стрельбища. О, у вас можно научиться стрелять. Мы преподаем тактику как в городских условиях, так и в лесистой местности. Миноподрывная подготовка, мы ее тоже преподаем. У нас есть военный психолог, у нас есть лекции по артиллерии. Главное управление региональной безопасности даже приобрело нам миномет страйтбольный, который позволяет стрелять до 500 метров. И мы сейчас уже переходим на практику, людей обучаем, как правильно наводить миномет. Много желающих, которые готовы прийти и узнать про миномет? Конечно, очень много женщин. Просто в наше время, я сейчас вам так хочу сказать, что если раньше модно было пойти в фитнес-клуб или в тренажерный зал... Сейчас это тоже модно, но в моем понимании еще модно сходить на довоенную подготовку, потому что довоенная подготовка подразумевает по собой тот же самый фитнес и еще нагрузки вдвойне. У нас тоже в клубе есть, кстати, бесплатные уроки по кроссфиту. Это функциональная магобория, то есть это круговая тренировка. Мы буквально полгода назад приняли решение по выходным сделать для всех желающих бесплатные тренировки. И как раз кто занимается кроссфитом с точки зрения довоенной подготовки, именно вот эти группы мышц позволяют им хорошо выполнять задачу, нежели обычный тренажерный зал. А вы базируетесь только в Красногорске или еще филиалы есть? Мы пока только в Красногорске, но есть... Давно эта идея в голове сидит. Начать с родного Подмосковья, чтобы по муниципалитетам это пооткрывать. У нас программа, она такая, немножечко уникальная, считаю. И некоторые дети и родители не то, что они опасаются, они не хотят идти, потому что все равно есть контроль. Контроль какой? Дети в клуб поступают. Хотя у нас основе спорта клуба – это единоборство. А вы говорили, что в основном люди приходят с 35 лет? Это я под довоенной подготовкой вам сказал. А вообще нас знают как молодежь, как воспитание молодежи. Нас не только молодежь занимается. Основе спорта клуба у нас – это рукопашный бой. Да. То есть у нас дети, мы подготовили чемпионов мира, России, Европы. Целая методика тренировок, то есть не три раза в неделю, они занимаются пять раз в неделю. У вас есть чемпионы мира? Да. А кто это? Ну, Эльдар Варивода, он, правда, сейчас в другом клубе занимается, ну, по юношам стал. Чемпиона Европы мы воспитали. Ничего себе. Да, да, у нас есть такие. Сейчас ребята переходят на контракт с клубом, они мастера спорта выполнили. Мы их сейчас будем двигать по профессиональной карьере с точки зрения боев. Но, еще раз повторюсь, для нас самое главное – мораль и воспитание. Вернемся там три минуты назад, дети в клуб поступают. То есть, в логике клуб единоборства, они обязаны сдать гимн России, гимн Ярополка и хронологическую таблицу истории современной России. Они все знают при поступлении, когда Хрущев отдал Крым в состав украинской СССР. Я сразу сходу задаю этот первый вопрос. Они знают, когда было испытание водородной бомбы, когда испытание ядерной бомбы, когда Терешкова полетела в космос, когда Гагарин, когда образовался комитет государственной безопасности, когда был вывод войск из Афганистана. То есть, там порядка 36 вопросов по 20 веку, они обязаны это сдать. А где проходят занятия? В клубе Ярополк, Красногорск, Ильинское шоссе, дом 6. У вас там помещение какое-то классное? Да, у нас помещение, да, у нас пока, значит, отремонтированных 720 квадратных метров, еще 350 не отмонтировано. Нам удалось добиться, чтобы нам выделили дополнительный этаж, который над нами находится. Мы его сейчас используем как склад. Сейчас, когда найдем финансирование, отремонтируем, чтобы увеличить помещение для занятий подовоенной подготовки, потому что приходится уроки преподавать в обычном зале, в спортивном, который отремонтирован под единоборство. Но вы сотрудничаете с министерствами, с ведомствами, поэтому, я думаю, у вас все решится. Все поэтапно. А кто преподает? У нас целая команда. Вернутся 14 лет назад. Нас было всего трое. Я был действующим сотрудником. Другой действующий сотрудник преподавал довоенную подготовку, а гражданский тренер меня менял, когда я был в командировках. С 2013 года увеличилось. На данный момент штат клуба, ну, наверное, нас где-то человек 60 в общей сложности. Около 20 тренеров по единоборству, 10 инструкторов по довоенной подготовке, потому что она порядка 13 направлений вмещает. Есть инструктора, которые охватывают сразу несколько направлений, а есть то одно. У нас, естественно, фотографы, операторы в нынешнее время, те люди, которые ведут социальные сети, волонтеры, бывает даже у меня есть люди, состоявшиеся, но которые в свое свободное время посвящают что-то клубу, чтобы помогать. Не только там на мероприятиях, а вообще по повседневной деятельности. К сожалению, все это упывает в финансы, и приходится их периодически искать. Да, безусловно, нам помогает и администрация Красногорска, и управление. Локомотив сейчас разогнался. Амбиции у вас растут? Ну, не то, что амбиции, а возможность больше просто вовлечь людей во все это. Потому что... Это хорошая, благородная цель. Ну да, я поэтому всем говорю воспитанникам, потому что жизнь не сберяется не прошлыми годами, а сделанными деяниями. То есть и в наше время ты должен понимать, что ты живешь не только для себя, ты живешь для окружающих. Для тех людей, которые сейчас на фронте, для семей. Работа в Тулу, у нас еще есть целое женское движение «Верим в тебя, родной», который объединяет около 150 женщин московского региона. Они в свободное время приходят, делают блиндажные свечи, плетут маскировочные сети своими руками. На среднем раз в две недели уезжает машина с гуманитаркой. Мы сейчас работаем очень плотно с центральным спортивным клубом армии. И мы, соответственно, по линии фронтов поставляем все то, что удалось собрать. То есть акцент на маскировочные сети блиндажных свечи – это те ингредиенты, которые тут постоянно у нас делаются. Ну и бывает, собираем различные вещи с помощью меценатов, дизеля, коллиматорные прицелы. А подготавливаете мобилизованных как-то? Да, конечно. Я же говорил, вот как раз довоенная подготовка. Она открылась с начала мобилизации. Как только мобилизацию объявили, я понимал, что все-таки я сам в прошлом боевой офицер. Захотелось сделать что-то, не зарабатывать на этом деньги. Это вот такое состояние души, и меня мои сотрудники поддержали. Потом нашли мы других инструкторов, которые тоже это поддержали. И вот мы сейчас все это идем. Двигаем, и сколько народу мы готовимся, и сколько людей говорят за это спасибо. Это самому приятно. А сколько времени занимает это подготовка? Смотрите, у нас нет такого понятия, как начало и окончание. Мы вот только сейчас думаем, чтобы, знаете, сделать какие-то сертификаты. Система, структура. Да, чтобы человек прошел 30 часов, 50 часов и 100. На данный момент у нас уже 130 занятий прошло. Каждое занятие идет, ну, по полтора часа. Это довоенная подготовка? Довоенная подготовка. Она идет либо два раза в неделю, либо три раза в неделю. А потом люди едут на мобилизацию. Есть, ну, не по мобилизации, а по контракту. А, контракт. Сейчас много добровольцев. Сейчас же нет мобилизации, она же закончилась. Сейчас очень много добровольцев. В моем понимании они, наверное, испытывают какую-то уверенность. Потому что не только они приходят, а много других людей. А люди одной идеи, соединившись вместе, это, знаете, ну, это вот как воинское подразделение, это как костяк, это тот костяк, который может много чего сломить. В моем понимании, еще раз повторюсь, тут самое главное, какой у тебя настрой в голове, а не твои физические данные. Настрой в голове с точки зрения вот как раз и... Но вы про воспитательный процесс сейчас говорите. Да, да, я и с точки зрения детей, то, что происходит в клубе, и с точки зрения того, что сейчас происходит. А как выглядит воспитательный процесс? Вот вы сидите за столом, и начинается разговор. А это тонкая грань. Вот с детьми одна ситуация, со взрослыми другая. Со взрослыми очень много я привожу примеров из своей жизни, при этом приглашая людей, ветеранов, в том числе военного психолога, которые вот определенными тестами, какими-то специально наработанными там заданиями все это отрабатывается, и поэтапно, и поэтапно идется. Это же такая тонкая грань, она не делает сию же минуту здесь и сейчас. То есть это постепенно вырабатывается. С детьми то же самое. То есть одно дело, когда они приходят в оборудованный зал, вот еще раз повторюсь, они поступают. В конце, кажется, четверть у них вообще проверка школьных дневников. Так четверти, значит, есть. Ну да, триместр. Ну сейчас не четверти, а триместр. Триместр, три раза в год все вот 250 детей, которые у нас занимаются, они проходят через мой кабинет, и у них проверяют ценки. За двойки, за тройки наказание, и, соответственно, сдача теоретического материала по истории. Вот, допустим, крайний зачет у них был про героев и СВО. То есть мы выбрали наиболее такие значимые герои в СВО и героические поступки. И очень приятно, что дети, допустим, восьмого класса, они до сих пор помнят повесть о настоящем человеке. Помните, да? Это Алексей Мересев, да, у нас летчик боевой, который в годы Великой Отечественной войны его сбил. По-моему, там очень много времени полз, да, своих. И в конце концов ему ампутировали ноги, но он встал, начал летать. Так у нас сейчас есть пример с точки зрения СВО. Там Алексей Лиханов, он санинструктор. Снаряд прилетел в БТР. Он единственный выжил, и он две недели по снегу полз за своих. То есть, и когда ты детям задаешь, когда они тебе отвечают, кто такой Алексей Лиханов, они прям четко рассказали. Я говорю, ты знаешь, кто такой Алексей Мересев в годы Великой Отечественной, поиск о настоящем человеке? Некоторые знают, и это прям согревает душу. А с трудными подростками работаете? Приходят они? Ну да, есть, а я вам так хочу сказать, контингент клуба, по большей части, все из неблагоприятных семей. Из малообеспеченных, из многодетных. А как вы их набираете? Ну, потому что у них есть, наверное, вот этот вот... Они голодные, голодные, знаете, не в прямом смысле слова. Много что не видят. Когда приходят в клуб, благодаря там поддержке администрации, государства, так скажем, благодаря поддержке наших меценатов, мы создаем эти условия различные, чтобы они что-то видели. Начиная от различных подарков, различные премии у нас даже есть по спортивным, даже по детям у нас есть премии. Я вам так хочу сказать, допустим, вот те дети, которые представляют клуб за пределами клуба, выступают на соревнованиях. Мы там даже сделали бальную систему специальную. У нас лучший рукопашник возраста 7-9 лет получает два билета в кино. У нас есть определенный контингент, который постоянно ходит в кино, но другие хотят тоже их, как говорится, обойти, чтобы тоже ходить. 10-13 лет, допустим, одна премия в размере 5 тысяч рублей. 14-17 лет, две премии по 8 тысяч рублей. То есть вроде, когда в семье не позволяет такой бюджет, а мы это делаем. Не говоря про различные другие подарки, про норовоучение, про связь. Я очень много приглашаю людей, достаточно известных, которые рассказывают и говорят им, что спорт сделал для них в жизни. То есть это Руслан Проводников, Александр Поветкин, Николай Наумов, КВН-чик. В принципе, с точки зрения шоу-бизнеса, некоторые нас знают. Я их приглашаю, и они имеют возможность пообщаться. И они смотрят, о, этот парень уже по телевизору только что. А при этом этот парень рассказывает, какая у него была обстановка в детстве, и как спорт ему помог вырасти. А как подростки узнают о вас? Сарафанное радио работает? Сарафанное радио много в интернете. То есть, по большей части, мы постоянно там, мы сейчас активная сеть ВКонтакте, у нас Телеграм, то есть мы все это выставляем. Делаем очень много мероприятий. И при этом вот делаем федеральные мероприятия. Флэшмоб. 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 Да. Акция «Быть здоровым» – это модно. Меня он очень удивил. Я вам даже сейчас показал. Это действительно красочное событие, когда собираются большое количество людей из разных городов, и все в один момент начинают обливаться водой. Причем там колористика флага идет нашего российского. Кто вообще придумал эту идею? Я вам так хочу сказать, по программе нашего клуба, мы каждые выходные выезжаем в купель. Круглый год. Это как зимой, как и летом. Я купаюсь вообще с детства и стараюсь то, что я люблю, привить детям и взрослым. У нас уже был опыт проведения таких серьезных мероприятий, как различные турниры по единоборствам, и захотелось сделать что-то такое необычное. Давай сделаем обливание. Потом сходу такая схода. Давай ведра. Ведра какого цвета сделаем? Давай сделаем в триколор. Потом, так если в триколор, значит, надо как-то выходить. Давай выходить тоже в белых, синих, красных футболках. Потом вот сейчас вообще появились вот эти идеи. Мы вот второй год подряд, у нас будет сзади слоган. Сейчас, последние два года, у нас слоган один. Победа будет за нами, за ТВ. Мне еще дым машины понравились. Делаю дым. Нет, нет. Мы используем не дым машины, потому что все происходит на открытом воздухе. Дым машины, она в закрытом помещении, когда мероприятия. Что-то такое яркое было. Нет, там был холодный фейерверк. Холодный фейерверк. И когда они обливаются, и тоже бело-сине-красный серпантин из этих специальных пушек на них. И последние два года мы вообще это масштабируем по регионам. То есть в формате телемоста происходит одновременно, неважно на часовые пояса, неважно на погоду. Когда следующий раз будет? 24 февраля. Три страны. Приднестровье, Беларусь и в России около 30 регионов. В какое время будут все обливаться? Планируем, с учетом того, что у нас Дальний Восток же обливается, там плюс 8 часов. У нас в том году ТГС Сахалин обливался. Мы обливались в 2, а не в 10. Но мы сейчас там придумали, чтобы было всем комфортно. То есть, скорее всего, они могут облиться днем, но в телемост войти в приветствие, а вставим мы их как раз, когда они обливаются днем на этой картинке. Но там посмотрим. Вообще, по идее, либо в час, либо в два. А министерство как-то помогло в этом? Да, нам сейчас министерство как раз помогает, вот ставит нам экраны. Но это то, что требует затрат. Это вот спецэффекты, это тоже немаленькая сумма. Конечно. Организация. Понимаете, чтобы собрать всех людей, вообще, это надо, чтобы люди вышли. Спели гимн России, облились, это 8 минут, как показывает практика. 8 минут. Ради 8 минут, это вот собирать всех, это неправильно. Поэтому мы всегда делаем подводку, то есть, где-то 2-3 часа. Различные мероприятия, вот, допустим, как в том году, у нас также будет бесплатная довоенная подготовка на улице, мы будем обучать. У нас будет волонтерское движение по плетению сетей. У нас будут какие-то конкурсы. Поощряя финансово, но это нормально, я считаю. Вот, допустим, разборка, сборка автомата. Кто быстрее всех соберет и разберет, получит 5 или 10 тысяч рублей. И автомат. Нет, а не автомат. Нет, нет. Ну, зато это же приятно. Они же как бы проявляют этот интерес. Даже если они, образно говоря, запурятся на этом конкурсе, они проявят интерес. Зайдут в интернет, посмотрят еще, как это все делается. У нас 9 декабря официальный праздник День Героев Отечества. Мы в 15 городах сделали турнир по единоборству. Около 4 тысяч детей одновременно выступало от Владивостока до Севастополя. Там тоже вот эти конкурсы были. Возвращаясь к 24 февраля, мы также вводим туда понятие, как зимний кроссфит. Такой хороший вид спорта. В принципе, если человек ведет здоровый образ жизни и по утрам бегает, он спокойно может прийти и выступить по кроссфиту. А кто вас научил, кстати, вести здоровый образ жизни? Вы сказали, что с самого детства обливаетесь. Да, я с самого детства обливаюсь. У нас раньше в Красногорске было такое общество. Меня как раз мама отвела. Это закаливание, обливание. Правда, там еще очистка печени. Там было много что-то еще. Там брали людей, которые хотели отказаться от алкоголя и от курения. А у вас была зависимость какая-то? У меня в детстве, извините, мне тогда было 7 лет. И слава богу, у меня сейчас, я вообще, как бы, это не то и не первое, не второе. И у меня этого нет, у меня нет зависимости. Просто мама захотела... Семь лет вы пришли. Да, мама привела, она сама просто, она сама там хотела вот именно очистить эту пи... То есть это система голодания у них там очень сильно, тогда пропагандировалась в 90-е годы. И вот приучили меня к холодной воде. И всю жизнь у меня был перерыв лет 5, когда я не обливался. Это я помню. Даже когда я был в Суворовском... А, вот в Суворовском, когда я был, 3 года я не обливался. А вы Суворовское закончили? Ну да, у меня такой послуженный список. Суворовское, высшее военное, потом в войсках я послужил, потом 8 лет... А Суворовское в Туле, да? Нет, на тот момент в Туле не было еще, в Санкт-Петербургском. Потом в подразделении Альфа, и вот с 2015... То есть, в общем, если брать Суворовским, то я отдал 17 лет служению государству. А сейчас я тоже считаю, что я защищаю государство, но не с автоматом, а. Я считаю, что с более серьезным врагом. Это, наверное, соблазны все, которые портят нашу... Не то что молодежь, отсутствие моральных у нас ценностей, и вообще ценности наших, вообще губило многие цивилизации. И слава богу, я вам так хочу сказать, что вообще... Сначала мы с вами... Ты колоссально смотришь, как почистилась страна, точнее общество. Это неприятно то, что, ну, такое время, и люди гибнут. Но как происходит в обществе, как оно консолидировалось с точки зрения объединения, работа там в тылу, какие вещи стали выходить на первый план, хотя у многих людей это никогда бы не было на первом плане. Вот это, ну, вот эта консолидация общества, такая произошла. Ну, вы ветеран боевых действий, а сколько вы лет служили там? Ну, в подразделении Альфы я служил, ну, без двух месяцев 8 лет. За время службы у меня, получается, я заменил тазобедренный сустав под конец службы уже. Он у меня ёкнул. Ну, вот, видимо, предрасположенность была от физических нагрузок, от чего-то ещё. Но я, в принципе, всё равно, в любом случае, как ни крути в строю. Ну, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Я даже не подумала, что у вас, да. Холодная вода, иммунитет, омоложение. И самый главный момент, это, наверное, знаете, всю порчу. Кто там на тебя что-то пытается навести, снимает моментально. Я вот это искренне верю. Спасибо за чудесный разговор. А я напомню, у нас в студии был директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Сергеевич Шадриков. Вы смотрели интервью 360. Субтитры создавал DimaTorzok